Всем привет, я Влад, а это магазин Попади в десятку. Сегодня у нас на обзоре пневматическая PCP винтовка от компании Егери. Это Егер СПР в калибре 5,5 мм, в компоновке Bullpup и да, с колбой. Прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите свой комментарий, чтобы помогать нашим видео в продвижении, за что мы, конечно же, уже заранее бесконечно вам благодарны. Итак, начнем по традиции с комплекта. Конечно же, здесь есть руководство по эксплуатации, заправочный штуцер и однозарядный пулевой лоток, если вдруг вы захотите заменить на него комплектный магазин барабанного типа, который, да, все, будет сразу же уже идти с винтовкой. Об остальном расскажу дальше, погнали. Интернет-магазин Попади в десятку. Это модель российского производства от компании Егерь, который относится к типу PCP-пневматики, где выстрел производится благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре-ресивере. Для отслеживания оставшегося давления внутри ресивера на нижней стороне корпуса установлен манометр. Стреляет винтовка валанчиковыми пулями калибром 5,5 мм. Для произведения выстрела винтовку, конечно же, нужно взвести. Делается это при помощи затвора, который расположен на правой стороне корпуса. И да, как вы успели заметить, взвод здесь передний. Итак. Все, на этом все. Но взводить ее нужно будет перед каждым выстрелом, потому как стреляет она только в одиночном режиме. Предохранитель у винтовки двухсторонний. Тыльник у винтовки резиновый и рельефный. Для прицельной стрельбы у винтовки предусмотрена планка Viver 22 мм, куда, конечно же, вы сможете установить дополнительное оптическое оборудование, как это сделал, например, я. В комплекте оптика не идет, ее нужно докупать отдельно, но это не проблема. У нас в магазине выбор оптики огромный, специалисты хорошие, поэтому, если что, заходите, обращайтесь, они вам помогут с выбором. Длина изделия 785 мм, из которых 450 мм, это длина ствола. Объем ресивера 490 кубических сантиметров, вес винтовки 4 килограмма и 200 грамм. После возвращения винтовки к заводским настройкам, заявленная скорость вылета пулей ствола достигает 290 метров в секунду. Но, конечно же, на территории России винтовки находятся в ослабленном виде, с разрешенной мощностью до 3 джоулей. Говоря проще, чтобы ее приобрести, специальные документы не понадобятся и не потребуются. Просто приходите и покупайте, или делайте это онлайн, если так вам будет более удобно. Но, конечно же, если вам есть 18. И вот раз уж мы с вами заговорили о покупках, давайте я расскажу вам, где будет сделать это лучше всего. Приобрести этот аппарат можно у нас на сайте и сделать это очень просто. Вам нужно перейти в описание к видео, кликнуть по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно доставка по всей России. Обзор на эту замечательную винтовку в таком прекрасном деревянном ложе. Ну, как же классно сделано ложе. И да, рукоять, кстати говоря, здесь рельефная, что увеличивает сцепление с рукой. А вот спусковой крючок, кстати говоря, для тех, кому интересно, пластиковый. Ну, а так, вроде бы я все рассказал. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, как она вам, или задавайте вопросы, вдруг о чем-то все же не сказал. Я с вами прощаюсь, всем спасибо, пока и до новых обзоров.